Всем привет! Это новое видео на канале Gadgetmania. Сегодня я расскажу вам свой опыт использования с авоката Kuga M4 Pro спустя 140 с лишним километров. Итак, я начинаю. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Я катаю почти в каждый день, может быть раз в два дня, но 156 километров это примерно середина апреля, а сегодня 12 мая, то есть примерно так и считайте. Итак, давайте по порядку. Наверное, здесь стоит сказать о каких-то недостатках и о каких-то преимуществах, которые я испытал в течение этого месяца владения данным самокатом. В общем, первое, что стоит сразу сказать, это, конечно же, этот злосчастный люфт рулевой рейки. Она ходит ходуном, при этом буквально вчера ее полностью я разобрал, соответственно, вкрутил, раскрутил, вкрутил обратно в гинт, но без фиксатора резьбы это, ну, в общем-то, ничего не происходит. То есть необходим фиксатор резьбы. После этого люфт будет устранен и все будет хорошо. Далее. Что касается всех вот этих вот замечательных винтов, болтов и подобных железячков. Они раскручиваются. Они раскручиваются или с завода, и так они, соответственно, устанавливаются. Но, собственно, они раскручиваются со временем. И надо покупать набор нормальных шестигранников, которые стоят там до 300 рублей. И уже, чтобы он был постоянно с вами, чтобы вы могли в дороге, если что, починиться, быстро это все докрутить и так далее. Еще одно, скажем так, из недостатков, это седуха. Седуха, которая непосредственно делает вот такой вот образ. Здесь люфт не очень большой, но на втором самокате он владеет. Люфт достаточен для того, чтобы приносить какой-то дискомфорт. То есть если делать вот так вот. То есть само сидение под попой у нас лево-вправо крутится. И ничего с этим не сделать, потому что речь идет вот об этом месте. Какие болты тут на крути. Если люфты есть вот здесь, то ничего с этим не станет. У меня была сделана влагозащита. Соответственно, герметик. Потихоньку он отколопливается. Здесь пока все на своих листах. В принципе, наверное, из недостатков это, наверное, все. За 156 километров я заряжал самокат 5 раз. С чего мы можем сделать вывод. И он совпадает с действительностью, что самокат проезжает с моим весом в 90-93 килограмма. Если с одеждой, с рюкзаков и так далее. Порядка 30 километров на одном заряде. Сколько проедет самокат у вас зависит от вашего веса, от давления в шинах. Ну и, собственно, от качества современных аккумуляторов мы установлены внутри. При полном заряде самокат показывает у нас вот такие вот циферки. Вот здесь вот сейчас указано. Секунду. 48,1. Заряжается он до 53,2-53,4. Сегодня я проехал, в принципе, с достаточным количеством времени. И еще осталось. То есть я истратил 1 треть заряда аккумулятора. В общем-то и целом о недостатках, скорее всего. Докапываться до вот этой вот фары, которая светит. Некоторым не нравится, которая светит. Пожалуйста, устанавливайте любые другие элементы на рулевую рейку. И у вас будет другая фара. Дек опачкается в холодное. Точнее, во время, скажем так, дождя вся грязь остается на деке. Я, соответственно, в подъезде, тряпочкой, перед тем, как занести в квартиру. Это все дело вытираю, протираю и так далее. Сидеть на самокате удобно. Руль регулируется по высоте достаточно хорошо. То есть выброс наверх у него, скажем так, с запасом. То есть я метр 80 практически, мне все комфортно. Ну, я думаю, в принципе, если даже мой племянник, он высокий ростом, мой сын, он высокий ростом, катался хорошо, то есть будет комфортно даже высокому человеку. Что касается, в принципе, тех моментов, которые мне понравились. Во-первых, все обращают на тебя внимание. Во-вторых, ты очень мобилен. Даже в нашем городе случаются пробки. Мне очень комфортно ездить по тротуару, потому что тротуары не в Москве и на Санкт-Петербурге у нас все подубиты. Соответственно, подтряхивает. И если ехать по дороге, то весьма-весьма комфортно. Ну, даже при езде по тротуару с ямками, с небольшими колдобинами, с небольшими выемками, все равно ты испытываешь некое удовольствие. Ты мобилен, ты можешь просто взять и поехать. Без разницы, какая погода. Я на нем ездил и в дождь несколько раз. Я его и заряжал, так получилось, что оставил на зарядку на улице. И начался дождь, ничего не случилось ни с зарядным устройством, ни с самим самокатом. По поводу зарядного устройства, если вы не знали, то вот здесь вот есть техническое отверстие. Вот таким вот образом оно выглядит. Заряжается от 4 до 5,5 часов. Как-то так, насколько сел ваш самокат. Еще из дискомфортов. Зарядка самоката шумит. Я заряжаю его на балконе. С прикрытой дверью все равно слышно. То есть, зарядка гудит, как, допустим, если у вас, к примеру, бы работала какая-нибудь майнинг-ферма. Но такая самая, знаете, лайтовая, на 3-4 видеокарты. Она гудит, ее слышно. Если включен телевизор, ее не слышно. Но спать под такой гул не очень-очень приятно. То есть, если вы живете в частном доме на юге где-нибудь, или просто у вас есть частный дом в Подмосковье или где-нибудь еще, то, в принципе, на улице заряжать никаких проблем не будет. Но в квартире это некий, скажем так, повседневной жизни. То есть, днем, когда там на работе, по делам. То есть, он заряжается, дозаряжается, шумит, дошумит. Ночью, конечно, заряжать такое себе удовольствие. Очень позитивные эмоции при поездках, во время поездки, каждый раз. Единственный нюанс, я на нем развивал скорость. Вот сейчас только что. Это 32 км в час на третьей скорости. Прямо здесь их всего три. Я говорил это в видео о первых впечатлениях. Во-вторых, это было во-первых, да? 32 км в час. Это максимальная скорость с моим весом 93 кг. Я максимум на нем развил. Для городских условий это более чем комфортно, потому что ты уже начинаешь немножко нервничать и переживать. В машине 30 км в час не чувствуется. 30 км в час на самокате, когда ты без кабины, без всего. Просто типа вот на такой сидушке едешь. И по, как я ранее говорил, по ямкам, по колдоебинам. Это не мат, это вот такое вот, скажем так, отверстие такие вот, которые то отверстие, то бугорок. То в отверстие, то бугорок и развивает это колдоебина. В общем-то, 30 км в час это более чем комфортная скорость вождения. Далее, посмотрим, что из этого выйдет. То есть 156 км это, в принципе, достаточно уже хороший такой пробег для электросамоката. Минусы у него только по железякам, которые, в принципе, можно исправить. И, как правильно сказал мне сейчас один мужчина, подошел, я покупал инструмент и покупал вот как раз-таки этот... Для того, чтобы закрутить, для фиксатора резьбы покупал. Мужчина подошел, говорит, можно проинтересоваться. То есть люди подходят, спрашивают, некоторые там очень сильно удивлены. И у меня в городе их всего два. То есть у меня и, соответственно, и жену. Больше таких моделей в городе ни у кого нет. По крайней мере, я не видел. Есть самокаты Xiaomi. Есть самокаты каких-то Noion X-Bit или еще что-то продается в NVIDIA. Но это обычные юридические самокаты для сидений, которые проедет там 10 км, 12 км на одном заряде. И до свидания. Тут, конечно же, китайцы соврали. Как всегда, но все зависит от веса, все зависит от давления в шинах и от качества самих аккумуляторов. Потому что даже в одной и той же партии может быть разные аккумуляторы от разных производителей. И, соответственно, некоторые работают чуть лучше, некоторые чуть хуже. Сейчас я выставил рекомендуемую мощность двигателя на 85%. Мне это более чем достаточно. Косяки, которые можно исправить, они исправляются. Ну и дальше все это дело эксплуатировалось. По расходникам посмотрел в чужом видосе. По-моему, он зовут парня Илья. Соответственно, тормозные колодочки у нас стоят 200 рублей или 150 рублей комплект. Соответственно, эти колеса, не покрышки, а, господи, внутри камеры, 450 или 420 рублей. То есть покупать надо заранее, потому что все идет в Китае. Если что, то ссылки будут в описании. Как-то так. В общем и целом, это вот мои впечатления и мой опыт владения самокатом спустя 156 километров вождения. В принципе, я более чем доволен. Есть нюансы, не стоит о них умалчивать. Но они исправляемы, как я уже говорил ранее. Поэтому подписывайтесь на канал. Не пропускайте новых видосов. Зажмякайте колокольчик. Пишите Donald Duck, если досмотрели до этого момента. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.